Привет, ребят! Давно не виделись, я решила для вас записать видео, пока я отдыхаю на вот таких вот Гавайях. Посмотрите, какое тут милость, солнышки и тут клевые пальмечки, и просто посмотрите на эту локацию. Мы находимся на новом ивенте в Роблоксе, где можно получить еще много бесплатных вещей, и в этом видео вы обязательно о них узнаете. Но если вы хотите первым узнавать про новенькие вещички в Роблоксе, именно про бесплатные, тогда подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик. Влепите прямо сейчас лайкусик, я буду очень-очень рада. В этом ивенте можно получить еще две новые бесплатные вещи. До этого в предыдущем видео я получала другие три вещички, если вы их не получили, то обязательно посмотрите мое новенькое видео, то есть предыдущее видео, ведь там есть еще бесплатные вещи, и обязательно их не упустите. Теперь давайте поговорим про новые две вещички, которые здесь тоже есть на ивентике. Чтобы их получить, нам нужно выполнить определенный квест. Скоро этот ивент их закончится, поэтому обязательно успейте их забрать, потому что скоро уже будет концерт, и я думаю, если он пройдет, и пройдет еще несколько дней, возможно, этот ивент уже закроют, поэтому обязательно успейте. Здесь нам нужно выполнить квест, как я уже сказала, а именно собрать вот такие вот милые солнышки. Их нужно собрать целых 60 штук. Да, это, конечно, очень много, придется немножко попотеть, поиграть в игру, но карта очень позитивная, очень красивая, очень яркая, поэтому я думаю, это не составит труда немножко побегать. Тут есть маленькие подсказочки, то есть маленькие лайфхаки, или, не знаю, разработчики решили нам помочь. Тут есть вот такие вот киосочки. Киоски с лимонадом нам будут давать именно скорость, давайте проверим, то есть не скорость, а вроде бы прыжок, да. Нам дают клевый прыжок, который, кстати, обязательно пригодится в этой части карты. Солнышки тут разбросаны абсолютно везде, начиная с этого дома и заканчивая даже пляжем, то есть обязательно вы должны пробежаться по всей карте. Я буду собирать эти солнышки вместе с вами, покажу вам несколько мест, где их больше всего. Больше всего солнышек, это, конечно же, на этой крыше. Эта крыша находится, если от главной башни, то прямо параллельно. То есть вы бежите и утыкаетесь просто в это здание, здесь их просто очень много солнышек. У них находится везде и на трубах, и на нижних зданиях, поэтому их обязательно нужно забрать, тем более, что из-за этого места можно выйти в другие места. Вот, допустим, тут аж два солнышка, и посмотрите, тут есть еще и на крыше. То есть здесь вы можете собрать очень много солнышек, как минимум 10 штук вы точно соберете. А это, я вам говорю, точно немалый вклад, потому что остальные будут собрать чуточку труднее. Так как они везде абсолютно разбросаны, и нужно собрать именно их 60. И тогда мы получим еще две новенькие бесплатные вещи. Поэтому обязательно заходите на ивентик, ссылочку я оставляю в описании. Тут есть разные вот такие вот лестники, которые вам помогут именно проходить этот ивент. Вот, допустим, я вот забираюсь, вижу еще одно солнышко. Вот, я забираюсь еще по дощечкам. И если вы, допустим, уже собрали на эту локацию все солнышко, то вы смотрите, да, сбоку. Ничего почти нет, кроме вот этих двух, на их потом соберу. То вы можете сразу отправляться по вот этой канатке, можете отправляться сразу на пляж. То есть вы нажимаете на кнопочку, обязательно собирайте одно солнышко и еще одно солнышко. Вот, два солнышка собрали, и вот мы здесь появились. Теперь здесь мы можем собрать еще на пляже. Так, эти солнышко у нас расположены, то есть не на пляже, а почти около пляжа. На пляже, кстати, мало, есть только в некоторых местах, например, на зонтике, но большинство из них находится именно вот здесь, в этой игре. Чтобы поиграть в игру, нам нужно стез на катер. Давайте соберу этот зонтик и сяду на катер. Я хочу рассказать именно про катеры, потому что здесь трудное управление, и здесь можно собрать еще много солнышек. Кстати, можно посмотреть именно с того здания, где находятся все солнышки. Чаще всего они расположены именно на крышах, поэтому можете не ходить прямо по всему зданию. Сразу прыгайте куда-нибудь на крышу при помощи разных бустиков, например, этих закусочных. Тогда у вас будет клевый буст, и вы сможете сразу прыгать по крышам. Их там больше всего, поэтому обязательно пробегите по всем крышам, как ниндзя, а потом уже спускайтесь вниз. Вот наподобие задания, которое очень трудное. Это у нас получается катер, тут нам нужно управлять им. И желательно въезжать очень ровно. Для этого, в принципе, можно вот так вот попробовать задом отъехать, передом, чтобы четко именно залезть, потому что это очень трудно. Я не знаю, какое управление у вас, но на компьютерах, допустим, на ПК, оно трудновато, потому что трудно именно сориентироваться. Тем более кольцо, видите, еще крутится, то есть мы должны попасть еще и в самую серединку. Видите, я уже солнышко собрала, поэтому, в принципе, это не так трудно. Я думаю, у вас должно обязательно получиться. Есть вот такие вот солнышки. Кстати, здесь вы можете посмотреть, как вообще это все работает. Здесь вы подъезжаете, смотрите, вам кольцо почти не мешает. Вот видите, можете проехать, видно, просто быстрее крутится, потому что вы собрали. То есть вы уже здесь собрали, в принципе, можете и так ориентироваться. Но солнышек здесь, конечно, очень много, поэтому нужно проходить. И главное, с правильной стороны прыгать, с правильной стороны трамплина. Желательно собрать хотя бы солнышки, которые находятся вот здесь внизу. Ну, конечно, нужно собрать все солнышки, поэтому обязательно постарайтесь. Конечно, времени надо потратить немало, но вещи реально этого стоят, потому что вещи очень крутые. Они здесь очень клевые. Нам дадут здесь костюмчики. То есть это будет именно одежда для персонажей. Она такая же радужная, как и сам наш костюмчик. Кстати, в предыдущем видео я показывала, как получить эту кепочку и как получить это солнышко вместе с очками. Поэтому тоже посмотрите и их заберите. Они, кстати, в этом же ивентике получаются. Давайте еще покатаемся на катере. И это обязательно нужно сделать, чтобы собирать эти вещички. Дальше, ребята, вы можете собирать вещи сами, потому что, я думаю, нет смысла вам показывать, так как эти солнышки здесь прекрасно видно. Их можно забрать абсолютно любым способом. Не обязательно именно знать, где они расположены. Вам достаточно просто пробежаться по карте. А если же будет недоставать каких-то солнышек, то просто более внимательно посмотрите. Именно по всяким там уголкам и так далее. Видно здесь на пальмочке, на вот этих зданиях, очень много на крышах. Также есть на фонарях. Кстати, их достать очень трудно, потому что нужно прыгать именно четко, ведь по-другому не получится их собрать. Поэтому, ребята, обязательно играйте в этот ивентик и собирайте бесплатные вещи. Как только выйдут еще новенькие бесплатные вещички, я для вас обязательно сниму видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте ним колокольчик. Поставьте лайкусик, ведь вам не трудно. Мне будет очень приятно от каждого вашего лайка. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!